шаббат шалом дорогие друзья знаете чувствуется что весна приближается правда да 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 или не чувствуется каждый раз когда приходишь на собрание каждым разом чувствую себя все моложе и моложе и моложе да ну как говорят если холод сохраняет вид ты заморозились на самом деле я очень благодарен бог за то что у нас есть возможность еще здесь собираться до этого дня нам помог господь амин до этого дня помог и дальше он устроит я верю что бог приготовил для нас больше чем мы мечтаем больше чем мы ожидаем он приготовил для нас место где мы будем не только чувствовать себя дома но мы будем чувствовать себя друзьями будем чувствовать себя непосредственностью того что он делает сегодня хотел поговорить на тему у меня есть такая серия небольших проповедей это кто кому рабинович да вот такая вот тема такая заглавие только муры бнович это момент такой который связан с нас с нами личными отношениями то есть друг другом и вот небольшое послание такое которое говорю это послание найти отпустить оби обиду погулять мы забудьте вот запишите себе такое отпустить обиду погулять мы будем к этому подходить и подходить еще раз и конце служения хотел бы чтобы мы помолились об этом потому что вопрос который буду поднимать он очень и очень актуален сегодня особенно сегодня во время наверное такого не устройства во время ситуации экономических во время даже технологических революций таких вот технологий нам эту тему необходимо поднимать откройте вместе со мной матфея пятую главу с 21 по 24 стих это будет основой для нашего общения с вами для проповеди я верю что нагорная проповедь о которой мы уже не раз говорили где мы несколько раз ее повторяли говорили темы на эту проповедь она занимает много места не только только блаженство но назад покрывает очень много ситуации конкретно здесь я хочу поднять один вопрос который касается многих из нас вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брата твоему рака подлежит синодриону а кто скажет безумный подлежит гиене окна и так если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь что брат твой имеет что-нибудь против тебя оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим когда при и тогда приди и принеси дар твой мы это сильно дальний перевод синодальный перевод который мы читаем иногда нам необходимо немножко разобрать ту ситуацию которая описывает здесь евангелист то что еще ага предлагая для нас очень важную тему тему разобраться в своих чувствах я взял перевод слова жизни вы знаете что людям еще в древне было сказано не убивай а что каждый убийца должен быть судим я же говорю вам что человек будет судим даже если он просто затаил злобу на брата кто назовет своего брата ничтожным тот будет отвечать перед высшим судом а того кто обзовет брата своего глупцом ждет огонь ада это уже немножко расширенный периода начинает давать нам понимание как судить и жить в общине или вообще все своей семье отношениях друг другом важны перед богом здесь вот конкретно говорится о том что нам необходимо иметь отношения перед богом и между собой украинский пишет период говорит я же вам глаголю кто сердится на брата своего без причины на того будет суд а кто скажет на брата своего рака безчестный на того будет громадский суд кто скажет дурню на того будет вогонь пекельный ой что-то еще украинцы придумали а кроме революции едности что-то еще здесь писание говорит о том что если скажешь дурню то на того ждет огонь пекельный перевод лутковского а я говорю вам что должен быть судим любой кто гневается на ближнего своего если же кто скажет ближнюю своему ты болтун то должен быть судим синедрионом а кто скажет ты глупец то должен быть ввергнутый в гиену огненную если мы начнем дальше исследовать писание внедрять свои свое понимание в то что бог хочет нам открыть через евангелие мы начнем думать просто-напросто вы скажите вот мы подумайте о тех словах которые мы в последние несколько месяцев например высказали людям маршрутки в троллейбусе красно ступили нам на ногу кран толкали в бок на привозе что мы последнее время говорили что мы выражали своим сердцем вы скажете да да конечно я вообще-то шутил так я пошутил что ты при ним по ним не принимает а близко к сердцу некоторые скажут да я вообще таких слов не употребляю а что такое рака таких слов даже нету но скажите пожалуйста ведь красиво правда все таки красиво это же не русский мат взять христианство да так красиво как-то по еврейски как рака ну красиво же правда ну 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 и вы скажете ну что такого в этих словах но мы же не серьезно это красиво но в сущности евангелист выражает слова и шуха которые предупреждают нас предупреждают о нашем состоянии которое каждый из нас живет мы здесь в общине мы здесь в одессе мы живем в это время чтобы изменяться проходить через си от силы в силу от славы божию в славу божию чтобы принимать от него послание от божьей изменения чтобы наша жизнь изменилась и мы были светом в этом мире не правда ли мы для этого и наверное и приходим на служение чтобы научиться и быть другими что же евангелист пытается сказать устами и шуа я думаю простые слова то что высказывается твоими устами зарождается в твоем сердце свою очередь превращает твою жизнь в ад на земле услышите может быть не понимаете чем я говорю о том что именно гиене он подлежит гиене огненной если шуа хочет сказать что то что то и в твоем сердце то что ты высказал зародилось твоем сердце свою очередь все то что в твоем сердце превращает твою жизнь ад на земле не нужно покидать землю чтобы пережить ад мы с вами способны устроить себе ад на земле не покидая ее услышь если вы поймем о чем о чем я говорю и надеюсь что я донесу вам то что ишуа хотел сказать оговорить вещи которые важны для нас на сегодняшний день знаете встреча людей которые превращали свои отношения чистые прекрасные отношения в своем браке своей семье превращали в помойку или же как в этом месте говорится о том что гиена огненной в мусорку которая постоянно тлеет и самое интересное что это мусорка находится за стенами святого города знаете ишуа не не делает просто абсурдологию такую называя место гиена огненной для себя как красное словечко ишуа конкретно говорит о месте о котором знали все евреи которые жили в окружности иерусалима и в самом иерусалиме это гиена огненная по еврейски генбене он это самая длинная может быть не длинная самая глубокая расщелина даже крутая расщелина которая начинается в центре иерусалима проходит за стенами этого города проходит через иудейскую пустыню и впадает в мертвое море довольно сильное место в этом месте свое время еврейский народ приносили в жертву своих детей богу молоху в этом же месте под позже уже приходили пророки которые боролись против и дал поклонство и через время это место стало местом сбрасывания мусора сжигали мусор мало того что были сбросаны отброски то есть выкидывался мусор который сжигался там также сжигали преступников и отступников которые нельзя было хоронить земле поэтому намек этот идет очень важный что если ты не можешь разобраться в своих отношениях то в свою жизнь ты привлекаешь сущий ад которым не хочется жить посему еще напоминает нам о месте говоря о том что гнев и неразрешенный конфликт взаимоотношений способен сделать твое сердце сущным адом которым ты живешь день и день я не знаю может только я один такой но может быть и вы встречались с таким сейчас что последнее время я замечаю что мы живем в эпоху хронических обид я всегда подумаю как мне сказать людям то что хочу донести так чтобы их не обидеть я ловлю себя на мысли такой что как вот сказать так чтобы это было ну не так больно не так ну как бы так напрямую чтобы не было обид вы меня обидели я обиделась на вас вы такое сказали друзья я может быть не имею ввиду но в сущности сегодня стали христиане очень только тонко шкурые как перчатки лайки да тоненькая тоненькая шкурка со в свое время в ссср как нас не обзывали да как вот во времена преследуя как на нас не говорили не писали о нас статьи чтобы нам лицо не говорили наприлюдно мы каким-то образом всегда могли сдержать чувства и мы считали любое оскорбление в нашу сторону как поношение да но страдание за мессию вот вы блаженны когда будет незаконно то есть не вас обзывать поносить за имя мое и мы всегда считали о как раз хорошо а если не обзывали думали что-то уже плохо что-то не так наверное советском союзе как-то мы были толстых шкурые такие не пробиваем броненосцами такими а сегодня сегодня к сожалению я скажу так нынешнему христианцу нужно относиться с крайне как крайне немощным сосудом я не говорю о том что нужно обзывать я говорю конечно нужно иметь почтение уважение не оскорблять братья сестер но сегодня не приходит нам приходится подбирать слова и предложения цитаты так чтобы не было обидно не правда ли или только я один такой ну да и ты такая же ими по алену еще имею поддержки еще присл предлагает сегодня для нас свободу свободу и свободу от того что мы лелеем в нашем сердце некую книги отношения против братьев и сестер против мужа и жены против общества которое засасывает нас как водоворот и мы находим себя в сущном аде здесь на земле мы не можем делиться нашим счастьем потому что внутри нас нерешенные вопросы потому что эти раны и обида она не дает нам выразить наше счастье посему бог хочет сделать нас обида стойкими как в эти противопожарные да такой чтобы но сделать нас обида стойки чтобы некий некие выражение некие слова некий может быть претновение не могли послужить для нас обидой как вы думаете какая цель врага здесь на земле то есть дьявола что дьявол здесь делает на земле сейчас ведь он же не еще не скован он иметь свободу но бишуа говорит о том что дьявол ходит как рыкающий лев то есть пугает первую очередь рыкающий лев до чего для того чтобы убить что дальше украсть и погубить одна цель у дьявола и это уничтожить разрушить и убить не правда ли мы понимаем это но какая его стратегия какова стратегия дьявола я вам скажу какая разделение разделение стратегия дьявола это разделение ишуа делает очень интересное заявление когда понимает когда его спрашивают о том какой силой ты это делаешь и вот в двадцать пятом стихе матфея двенадцатый стих и стих говорит но ишуа зная помышление сказал им всякое царство разделившиеся само в себе опустеет и всякий город или дом разделившийся сам себе не устоит низ не просто говорить о царстве дьявола лиц или дом дьявола он будет любое царство любой дом любая страна как вы думаете наши ваши с вами семьи это дом или не дом и дьявол хочет чтобы его цель уничтожить нас его стратегия нас разделить здесь есть люди которые вот буквально молодые молодая пара которая недавно женились или вы ну вот сделали брак если семья небольшая два года три года то есть боря а твоя 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 возлюбленных здесь нету есть она а идите сюда идите идите сюда час я сделаю пример который вам по будет очень понятно борис и лина идите идите сюда не это не бойтесь смотрите это не ой это семья они однажды нашли друг друга и бог говорит что не хорошо человеку быть одному он отлепится от родителей прилепится к жене и двое будут а одна плоть и двое будут одна плоть дьявол как хотел первую ячейку семейную уничтожить так и сегодня у него те же самые домыслы помыслы желание уничтожить то что бог сотворил и что бог сочетал человек да что нужно сделать чтобы уничтожить их обоих нужно разделить не понимаешь что ты здесь нужно просто разделить может спокойно за пальчик взять не бойся не бойся не бойся не бойся он будет принимать усилия и разделить разделить и это просто пример я знаю что вы будете долго жить счастлива до разделить разделить каким образом и этот вот эта тактика применяется какая тактика стратегия разделить а тактика для того чтобы это разделение оставалось дольше что вы думаете вложить и посеять обиду маленькая вещь обида он не понимает меня я не догоняю ее мы вроде бы были счастливы а теперь они такие пельмени делает а вот это в пельмени не могу только вареники до мяса не любит мята до мяса не любит а я только люблю мясо идите садитесь пожалуйста я потом еще раз приглашу вас этот момент очень важен дьявол разделяет семью или дружбу отношения в общине он вклинивает и делает разделение через споры через сомнения через преткновения римлянам 14 глава 1 стихать немощного вере принимайте без споров о мнениях потому что здесь тактика послание титул 3 9 глупых же состязаний и родословий и споров и распри о законе удаляйся ибо они бесполезны и суетны споры рождает разделение разделение рождает мнение 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 обиду обида ненависть что свою очередь делает нашу жизнь сущным адом на земле мы томимся мы переживаем мы съедаем себя внутри мы желаем мести мы желаем может быть ответа мы хотим доказать кому-то что-то и мы не имеем божьего мира здесь на земле друзья если мы с вами были обручены единому мужу то есть мы говорим о мессии который искупил нас сделал нас своими он говорит вы есть та община когила то что бог чем сочетал его мы являемся его телом здесь на земле и разделение всегда эффективная форма уничтожения любой общины любой церкви мы скажем конечно бог созидает свою общину врата ада и и не одолеют поставил основание мишу миссии действительности но сколько на сегодняшний день на украине в россии в белоруссии в европе или в америке рождается общины церквей а сколько не выдерживают разделяются а после разделения их уже нету люди пропадают и исчезают и тогда победа дьявола она ясна явно он не желает чтобы люди спасались он не желает чтобы люди меняли свою жизнь он не желает чтобы люди были счастливы поэтому важно сделать первое разделение но тактика разделения происходит через недопонимание как я уже говорил например напряг через обиду через сплетновение и оскорбление если бы дьявол открыто пришел бы войною если бы он наступал знаете вот прямо как бы мы четко понимаем что мы можем им с чем мы сталкиваемся хотя и писание нам говорит о возможности противостояние дьяволу послание якого 4 7 итак покоритесь богу противостаньте дьяволу и убежит от вас но первое сам ваша проблема которую мы часто имеем это покориться богу чтобы покориться нужно смириться нужно признать его владычество и нужно признать что его слова истинное действующее в нас нужно доверять богу доверие богу важно и вот в этом доверие бог дает нам силы противостоять но знаете дьявол похож на нашего соседа который по объявил нам не объявляя войну сделал гибридный шахер махер такой чтобы найти наехать на нас на нашу семью наших близких родных на наших близких по крови и даже тех кого еще из искупил то есть братья сестер в общинах все же если бы знали где упадем правда всегда постели бы немножко соломки чтобы не так было трудно падать и больно обида это как кусочек занозы нашим глазу я бы хотел может это продемонстрировать полено можете представить как и говорится с такой слова что и так как как можешь сказать брату твоему брат да я бы выну сучок из глаза твоего когда сам не видишь бревна в твоем глазе лицемер вынь прежде бревно своего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего каким образом этот сучок да вот а у другого целое бревно знаете я думал об этом конечно же некрасиво показывает там куда кусок бревна как буратино даст кто-то сделал себе солгал и нос вырос да это сразу а вот послушайте сучок или же заноза которая в глазах нашим что мы как бы вот который мешает нам постоянно натирает перерастает в бревно или же по-другому скажем бревно состоит из мелких сучков или за занос о чем я говорю что и мы должны понимать что каждая ситуация в котором мы попадаем или же ситуация где нам обидно и либо сложно решить ее нам и мы утаиваем это этот маленькая занос это маленький сучок перерастает в огромное дерево в нашем глазу чем ближе отношения между мужем и женой между друзьями в общине между членами общины тем большей возможностей для понимания правда в любой семье если мы чем ближе наши отношения чем отношения как бы более приближенные тем легче решать проблемы тем мы понимаем друг друга больше но также и оппозиции противоположное можно сказать чем ближе отношения тем больше возможностей для обид еще если спросить те кто уже прошли семейный путь или же идут еще себе на пути тоже кто уже в браке десять пятнадцать двадцать может тридцать или шестьдесят лет каждый из вас скажет что и те кто уже проходят или прошли этот путь расскажет о это только начало вот кто там женился три четыре пять года лет назад это только цветочки все еще впереди конечно же конечно же чтобы сохранить семью нужно научиться любить переживать отпускать по этой причине мы злимся потому что нас ранят самые любимые самые близкие люди больше всего ранят люди которым ты открываешься своим сердцем и тогда эта боль она вырастает в целое дерево задаем потом вопрос себе а как мы до этого дошли как мы допустили что в той любви которую первоначально имели в наших семьях наших дружеских отношений когда мы начинали общину когда мы начали церковь когда мы росли когда мы выезжали на пикники когда мы служили вместе когда вот той первой дружеской братской или сестерской сестерской любви что произошло потом как мы докатили до того что мы стали далеки друг от друга можете записать одну цитату запишите ее простить может один из простить может один из но них но необходимо два или больше чтобы примириться слышите нет наши дети очень интересно так вот они друг друга обижали потом прости простить может один но примириться нужно два или больше я сегодня не говорю о тех кто пришли сюда на на богослужение просто прославить бога и говорю о взаимоотношениях конечно же очень трудно переживать или же явные такие потрясения таких предательства измена обман через которые приходит явная обида но я говорю о малых занозах составляющие целое дерево малые занозы поэтому еще говорит если ты имеешь нечто против брата или леешь это то жизнь свою ты подвергаешь аду то есть если ты являешься местом божьего присутствия как иерусалим не забывай что за иерусалимом есть место тлению что я имею ввиду как верующие люди мы должны следить за собой мы должны помнить что еще умер за нас и воскрес для того чтобы нас оправдать нам нужно искать все возможные пути чтобы иметь примирение то место поклонение где было храм господин место где поклонялись люди и за этой стеной то есть чуть дальше есть место где называлась гиеной огненной когда мы приходим в общину божью мы прославляем бога мы поднимаем к нему руки мы славим его но на самом деле смотря на вас я не могу сказать что в вашем сердце я не смогу сказать что происходит внутри мы знаем мы знаем каким сердцем мы пришли относительно своей жены и своего мужа своих друзей своих соучастников и соработников служение то кто кому сделал обиду кто кому и рубинович если бог берет двоих как я же показал и делает одно тело тело если еще во взяв два народа евреев и язычников те кто не евреи и сделал для себя один божий народ то узнал я вас тут так дьявол всегда из одного делает два и двое становятся врагами друг другу если бог делает из двоих одно дьявол делает из одного два и чтобы противостояли друг другу и ссорились и и были врагами богу это не угодно бог хочет чтобы мы пришли в дом его нашли место при соприкосновении и излечили свой гнев свою обиду знаете 90 процентов семейного счастья и успеха лежит в основе татьянова труда 10 процентов моих этим я горжусь 90 процентов она работает над тем чтобы изменить многие вещи нести мир понимание она несет это и я хочу сказать я поклоняюсь перед богом но благодарю татьяну за то что она смогла найти себе силы как дальше работать даже со мной у которой 10 процентов есть какого-то успеха и шо предупреждает нас о последствиях обид и оскорблений которые мы наносим друг другу если мы не решаем эти ситуации мы загоняем себя ужасную ужасную проблему она записана матфея 5 глава 25 стих давайте прочитаем мирись соперником твоим скорее пока ты еще на пути с ним чтобы соперник не отдал тебя судье а судья не отдал бы тебя слуге и нет вверх не вергли бы тебя в темницу истинно говорю тебе ты не выйдешь оттуда пока не отдашь до последнего кондрата заметьте пожалуйста это это очень важный момент мы сможем мы не сможем выйти из темницы пока не заплатим все мы не сможем выйти из темницы своих обид пока мы не расплатимся пока мы не отдадим все чтобы быть свободными и в ситуации которые в жизни происходит нам нужно помнить что мы становимся заложниками мы становимся зэками обид заключенными и пока мы не отдадим все мы не станем свободными это касается наших семей это касается нашей дружбы это касается отношения в общине в церкви я сегодня послание говорю не только наше общение говорю сегодня послание тем кто сегодня на нас смотрит или будет смотреть послание всей церкви божией потому что пришло время перемен старайся помириться со своим врагом до того как он приведет тебя на суд торопись сделать это еще по дороге иначе тебя придадут судьи судья отдаст тебя под стражу и тебе и тебя заключат в тюрьму говорю тебе что ты не выйдешь оттуда пока не отдашь все до последнего гроша вы скажете секунду секунду ведь двадцать первый стих вообще-то говорит о братьях и сестрах а вот здесь уже говорится о враге то есть твой враг он же тебя возьмет и посадит да если ты не отдашь ему долги друзья а дайте представим себе что эти стихи связаны между собою что пока мы вот еще дружили но были какие-то малые обиды какие-то ситуации в семье пока мы назвали все братьями и сестрами но то эти маленькие сучки эти маленькие занозы проявились то есть выросли в огромнейшее дерево где мы закрылись где мы не хотим примириться сделать работу и еще говорит если ты таком состоянии то теперь берегись потому что это обида тебя приведет в тюрьму ты станешь заложником своего ада и пока вот это не произошло на пути твоем пойди примирись поэтому если ты пришел на собрание ты пришел поклониться богу ты принес свою жертву хвалы поклонения ты врат господи спасибо что я не похож на всех остальных только берегись на пути к судье а судья у нас праведный иди и что примиряйся примиряйся с женой примиряйся с мужем примиряйся с братьями сестрами примири примирись со своими близкими родными примирись потому что если ты не примиришься то судья верит тебя под стражу из своей стражи своем томлении постоянном томлении ты останешься в тюрьме пока не отдашь все что тебя положено что с тебя полагается все эти приключения начинаются с простых вещей с малого слова рака ничтожество которое поселяется нашим сердце потом нам веют гнездо отлаживается потомство в виде оскорблений преткновения все это в нашем сердце происходит каким образом рождается обида все всегда начинается с малого с малых вещей не начинается обида с огромнейшего состояния но ситуации все начинается с малого маленьких вещей один из примеров чтобы не поговорить об алине и боре я говорю о себе я буду поговорить о тех вещах которые у нас в жизни происходит например когда мы только женились с татьяной молодые только свеже испеченные молодожены всем семейством поехали в ригу как раз там было такое чувство такого пробуждения там было большое собрание мы поселились в гостинице и как же в риге погулять и все и всем своим как бы сказать раством мы пошли гулять все гуляют вместе а я один и думаю себе вроде бы я женатый человек а жена моя с мамой подружку ходит я уже говорю ну слушай мы женаты или как что происходит и вы понимаете да вот момент такой ну внутри сердца какая-то обида залегла вроде бы женился чтобы ходить с женой рядом а ее нет гордость такая да жена красивая ну и ходить по риге с женой знаешь такая какая-то обида я не буду говорить с ней да вот такие моменты а другой стороны знаете я я вообще свой день рождения как бы никогда не праздновал как бы не совсем люблю праздновать день рождения свои личные а по этой причине и забываю чужие день рождения и конечно же всегда идет момент такой а шо пастор меня не поздравил забыли ненарочно честно свои не праздную и чужим не даю обида да я вспоминаю как как для татьяны вообще день рождения тоже не является большим большим сюрпризом как бы так но она любит внимание как наверное другие женщины любят внимание для мужчин шо проснулся утром встал попил кофе пошел на работу вернулся торт нормально да так вот для женщин наоборот проснулся утром в первую штуку сказать с днем рождения любимая знаете так вот я вспоминаю один из дней рождения потому что до этого у меня была одна одна ситуация когда я исполнилась 25 лет на работе мы утром проснулись конечно я сказал поздравляю с днем рождения был занятый я на работе она тоже на работе и пока забирали пока я отпросился с работы поехал в специальный магазин закупил 25 рос расстелил это все убрал домом сделал еще там подарки как раз на работу пришел забираем детей и вижу она такая идет померкшая такая уставшая с детками и понимаете что как бы день рождения бывает только раз в году заходит домой и чисто удивление имеется не то что там грязно просто само все попылесосил знаете вот как бы утром встал же дети же мало какое вот все происходит все чисто заходит в комнату и вся кровать она заполнена розами такая чуть в оморок не упал на свою голову сделал как говорится да проходит время я помню я помню где-то уже после 30 мы уже были здесь я утром проснулся побежал где-то что-то сделал и она ждет она ждет проходит полдня она ждет вижу уже так вот все так вот вот а я же работаю я же делаю что-то надо с послужением что-то замотался все прихожу домой ну что а да поздравляю с днем рождения поехали в ресторан говорит не поеду конечно она права потому что есть моменты где ты должен мириться на пути ситуация которая например с вождением машины проблема мужчин они всегда все знают куда доехать и вот мы вкружляем уже немножко времени под городу чужому где-то далее и она говорит остановись спроси куда доехать а я все на своей волне я знаю я был здесь раз чувство доходит до такого говорит ну и что я говорю сядь сама и едь я может быть хороший водитель но у нее чувство есть больше развиты для отношений я говорю о том что в моей жизни я должен изменять многие вопросы вопросы которые гораздо глубже лежат в моих отношениях с моими близкими родными таким образом из маленьких обид строится стена строится стена ситуации можно сказать еще проблем еще недовольство он не так стал он не видит он такой она вообще ситуация совсем плохо стало мы берем еще один одну ситуацию мы строим ее опять мы ее делаем стеной которая невозможно изменить какие-то ситуации мы немножко говорим говорим обижаемся еще раз обижаемся пока не ощутим себя за за гратами за стеной я могу сказать просто до свадьбы нас мужчин или женщин тоже противоположенный пол очень сильно привлекает после свадьбы он нас очень сильно напрягает не так ли это касается дружбы отношения в общине нам кажется что девушка которая привлекает скромностью на молодежки там где молодежь и встречается она какая хорошая она молчит как хорошая милая после свадьбы что она замкнулась ни слова не скажешь парень который очень яркий на молодежке проповедник такой живой вот нашла того который в боге сильный после свадьбы закнул бы рот свой пожалуйста братья которые в собрании активные действующие там и помощь здесь и помощь там они ответственные теперь постоянно прям просят отчет после когда входят в служение собрания а сестры которые привлекали постоянной молитвой слушай такая молитвенница вообще такие молитвенники классные после того как ты с ними связался в служении напрягает тебя своими откровениями думаешь куда бы ее деть вообще-то мало-помалу забор строится через обиды крикновения непонимания если мы не научимся решать наши проблемы на пути которые 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 мы идем то вскоре обнаружим себя как я уже сказал в собственных тюрьме обиды и то что мы говорили дьявол хочет всегда разделить теперь он по одну сторону баррикады французской эволюции она по другую сторону баррикады и говорят я уже давно его не знаю я скажу что вам один секрет у бога есть ответ чтобы те стены и те преграды которые мы поставили между собою то что нас разделяет независимо это в семье в дружбе то что нас напрягло так сильно где мы разделили это все есть момент как можно избавиться расширить убрать эти преграды которые между нами стоят этот выход есть бог он все сделал для нас чтобы мы не 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 тянули до того момента пока попадем за стену одиночество обиды противостояние и нежелание вообще ни с кем имя дело я говорю это семьям говорю это семьям говорю это тем кто раньше дружили говорю тем кто может быть в служении разошлись по каким-то причинам нам нужно убрать эти препятствия через одну единственную кровь Ишуа Мессии Ишуа пришел чтобы убрать эту стену Ишуа пришел для того чтобы лечь на крест Голгофы и все наши недопонимания все наши проблемы все то что нас разделяет или же нас напрягает мог он покрыть своей кровью для этого Бог послал его сегодня эта кровь так же сильна как и в 2000 лет назад то ли это в вашей семье то ли это в вашей дружбе Ишуа своим телом разрушил стену которая стояла между народами Эфессианам 2.14 ибо он есть мир наш сделавший из обоих одно и разрушивший разделяющую их стену то есть вражду упразднив плотью своею если мы хотим остаться в той любви которую мы первоначально в наших супружках отношениях начинали если мы хотим остаться в дружелюбии в поддержке друг другу в служении нам нужно будет научиться отпускать обиду погулять слышите нет нам нужно будет научиться отпускать обиду погулять и чтобы она никогда не возвращалась обратно если вас не почтили или не заметили ваше участие в служении если вам не дали достаточно почтения нам нужно научиться отпускать обиду погулять пока она не взросла в целое дерево сегодня время для нас изменить подход к пониманию жизни даже как верующий человеку в семьях просто невозможно избежать обид нет нет такого понятия чтобы обид вообще не было каждый в каждом служении в каждом семье в каждых отношениях на работе где бы вы ни были всегда будут обиды всегда будут обиды но для нас Бог дал привилегию быть выше ситуации научиться ее отпускать и когда нам не дали почтение или не уважение а вот тут оно аж заскверлело такое нам нужно что научиться отпускать если твоя жена не сделала кофе вовремя и тебя это сильно тревожит научиться нужно отпускать и делать кофе самому если что-то еще не случилось в семье он не вынес мусор вовремя мусор нужно выносить но ситуацию нужно отпускать я говорю что нам нужно решать вопросы я не говорю что нам нужно просто взять и отпустить все нам нужно решать вопросы нам нужно посмотреть на ситуацию какая она произошла разобраться в ней и когда ты разобрался ты ее должен отпускать. Я верю, что это нужно сделать. Поэтому сейчас, в оставшееся время, которое у нас есть, я бы хотел, чтобы мы не просто стояли, славили Бога, поклонялись Ему. Я хотел бы, чтобы вы увидели в словах Иисуса, которые он говорит в своей Нагорной проповеди, о том, что если ты приходишь на поклонение, и вспомнил, ты вспомнил при своем приношении дара, что кто-то имеет против тебя, что кто-то может быть обижен. Либо ты точишь зуб на своего мужа, на жену, на маму с папой, на друга, которого ты уже и видеть не хочешь. И Шо говорит, подожди, оставь его, оставь. Лучше для тебя пойти примириться. Лучше для тебя пойти решить вопрос. И те, кто будет решать этот вопрос, потому что обижают люди, которые, ну вот, или же, можно сказать, наносят обиду. Те, кто обижены. Обижены всегда будут нести боль другому. Взять эту обиду или ситуацию. Отпустить. Отпустить. Я думаю, что это самое великое дело, которое вы можете сделать. Я верю в это больше, чем, честно, там вот, ваше пророчество, там какие-то еще великие дела, которые вы делаете, евангелист, который вы делаете, любое какое-то другое дело. Примириться. Блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. Мы сейчас ставим наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы в этой молитве обратились к Богу. чтобы он нам предоставил возможность сделать этот шаг. Шаг отпустить обиду погулять. Что бы это ни было. Маленькая ссора. Недопонимание. Может, не понравилось, как он или она оделись. А может быть, да, можете разобрать теперь этот забор, который отделял нас. Может быть, нужно просто сказать, вот я. Я хочу быть другим. Я желаю быть другим. И я буду светом в этом мире. Честно сказать, чем старше я становлюсь, тем больше мне понятно, что смирение, наверное, самый большой дар, который человек может получить. На самом деле. Потому что Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Не просто благодать, а открывает двери, темницы, в которые мы сами себя вели. И не забудьте, что я сказал. Обида превращает вашу жизнь сущий ад, в котором мы живем. Давайте мы выйдем свободными. К свободе нас призвал Мессия. Амин. Авином и шибашимаем. Бог наш и Царь наш. На Тебя мы уповаем. К Тебя мы приходим. И мы просим Тебя. для нас, для нас в наших семьях, в наших служениях, в наших дружеских отношениях, которые мы имели или имеем сейчас, так много недопониманий, так много обид. Господи, я хочу приходить пред Тобою, поднимая к Тебе наши руки, свои руки и не думать о том, что мне сделали, либо как мы поступили. Не думать о том, что как бы сделать так, чтобы они поняли, что так нельзя поступать. Но научи нас отпускать. Научи нас отпускать. Любая ситуация, какая-то бы ни была в семье, особенно в семьях, я молюсь сегодня за семьи, дьявол хочет из одного сделать двое и сделать их врагами. Не позвольте обиде поселиться в вашем сердце, свить гнездо, вывести потомство ненависти, горечи, злобы. Боже, я прошу Тебя, чтобы семьи были хад одним целым. Во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Адено, ай, а не ино. Спасибо, Аба. Абонир 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 А